Дорогие братья и сестры, я желаю просуждать вместе с вами над несколькими стихами послания к евреям из 11 главы. Но прежде всего прочту один стих из 12 главы, первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». В Библии, в Священном Писании очень много свидетелей, добрых свидетелей, с которых можно взять добрый пример для подражания. Одним из таких ярких примеров для подражания является жизнь людей-героев веры. 11 глава – это начавшийся список, продолжающийся до сегодняшнего дня, конечно. Ну, он сравнительно небольшой здесь список, но тем не менее в этот список вошли такие люди, люди, которые достойны подражания, люди, с которых можно взять хороший пример. Я желаю прочитать три стиха с 13 до 16 стиха и сконцентрировать наше рассуждение над семьей Авраама и Сары. Мы прослушаем эти стихи. Евреям 11, 13. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время и возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. «Посему Бог и не стыдится их, называя себе их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, вот в этих прочитанных трех стихах я хочу обратить внимание на три истины, характеризующие жизнь героя веры, но в частности Авраама и Сару. Первое, на что я хочу привлечь внимание, мы прочитали с вами о том, что «все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онные». Я хочу обратить внимание о том, что мы видим в нашей жизни, что видел Авраам. Второе, я хочу, чтобы мы обратили с вами внимание на такие слова, мы прочитали здесь, «и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле». Они так говорили и так жили. И хочу порассуждать, как мы с вами, видим ли мы себя странниками, пришельцами на земле. И третье, хочу обратить внимание в 16 стихе, «но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Стремление к лучшему, к небесному. Ну, прежде всего, хочу обратить внимание на первые слова, которые были прочитаны. «Все сии умерли в вере». Братья и сестры, ну вот так вот, Библия прямо смотрит на реальной жизни, что каждому из нас есть предел, и когда-то он наступит. И вот, думали ли мы когда-нибудь, будь с вами, как будем мы с вами умирать? Будем ли умирать в вере? Будет ли жизнь наша в вере? Если будет жизнь в вере, то умирать будем в вере. А если жизнь будет без веры, то умирать будем без веры. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные. Издали видели онные. Я хочу обратить внимание, что видели то, что обещал Бог, не только Авраам и Сара. Этот принцип, он отличает всех героев веры. Они во что-то верили, они что-то видели, и это помогло им в жизни. Вот пример, очень ярко сказано о Моисее в этой же главе. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он вздирал на воздаяние». Если так подумать о положении, которое имел Моисей, он назывался сыном дочери фараоновой, он имел такое положение, он имел такое богатство, но он увидел что-то лучшее. Он вздирал на воздаяние. Было передано ему те обетования, которые Бог пообещал. Пообещал Израилю через Авраама, землю. Я уверен, что не только земля прельщала Его, я уверен, что Его прельщало то откровение, привлекало то откровение, которое имел Авраам, откровение небесного Иерусалима. Даже Христос подтверждает от умы, что Авраам видел день Мой и возрадовался. Это день благодати, день церкви, день будущего Царства Небесного. Взирал на воздаяние. Братья и сестры, Бог в своей благости к нам так устроил жизнь нашу, что помогает нам в жизни нашей тем, что подарил нам много обетований Божьих. Открыл нам перспективу вечной жизни. Но я не буду сегодня, ну так вот, говорить о вечных обетованиях, которые мы верим и ожидаем. Я хочу сугубо остановиться только, может быть, на некоторых, что относятся непосредственно к семейной жизни. Потому что у нас сегодня общение для семейных. Обетования семейной жизни. Обетования, которые мы можем видеть, в которые мы можем верить и которые обязательно будут исполняться в нашей жизни. Я хочу предложить первое, книга Иеремии, книга Иеремии, 32 глава, 39 стих. Это слово говорит Господь. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. Это первое место. Со второго места я хочу напомнить так. В Иоанна Леонид Матфея, 19 главе, мы читаем такое место. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бог сочетывает. Бог соединяет. И самый крепкий брак может быть только тот, который соединен Богом. А почему он будет крепкий? Потому что Бог обещает дать одно сердце, дать один путь ко благу нашему и благу наших детей. Братья и сестры, если посмотреть правде в глаза, то и наши христианские семьи тоже имеют переживания. И хотя я понимаю, что наши христианские семьи, ну, во многом отличаются от тех семей, которые живут не зная Бога, в наших христианских семьях тоже встречаются проблемы, тоже встречаются непонимания, тоже встречаются раздоры, бывают ссоры. Бывают даже такие случаи, когда в дом приглашают служителя, чтобы помог разобраться и каждому занять свое место. Да, и такое бывает. Почему такое бывает? Братья и сестры, это бывает по той причине, что где-то теряется у нас вера в обетование Божье, и по той причине, что теряется у нас послушание Богу. А Бог определил каждому из нас в браке свое место. И если мы не занимаем своего места, братья и сестры, то это обетование никак не может исполниться. Мы сегодня на библейском часе вспомнили 28 главу книгу «Овторозаконие». Первые 14 стихов говорят о благословении. И рассуждая, определили три условия нужны для благословения. Слушать то, что говорит Бог. Исполнять то, что говорит Бог. И ходить путем Божьим. И Господь говорит, и придут на тебя благословения, исполнятся. И причем Бог желает благословить всесторонне нас. И духовно, и материально, и эмоционально. Ну и все стороны нашей жизни Бог желает благословить. Братья и сестры, в Священном Писании много мы можем найти прекрасных обетований, за которые надо держаться крепкою, крепкой верою, что Бог может дать то, что никто не может дать. Дать одно сердце, поставить на один путь. Братья и сестры, есть такое выражение. Если для Бога возможно единство для троих, мы читаем, три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, да? И сие три суть едина. То возможность создать единство из двоих, тем более возможно Богу. Некоторые христиане порой теряют веру, что это возможно вообще иметь единство. Братья и сестры, это возможно, но только при том условии, если мы будем соединены Богом. А Бог соединяет нас через свое слово. А Бог определил каждому из нас свое место. И поставив нас свое место, желает, чтобы мы на этом месте были. И если мы занимаем не свое место в браке, никогда у нас не будет одно сердце и один путь. Да, бывает так, что создаются браки, а потом супруги рассматриваются и видят какие-то несоответствия друг к другу. Кто-то видит жену менее способной к тому, чтобы быть матерью своих детей. Кто-то видит мужем менее способным быть мужем, главою. И вот здесь идут проблемы. Братья и сестры, если мы определили когда-то свой путь, если мы сделали свой путь, если мы соединены вместе, то нам остается теперь не критиковать, не осуждать, не унижать друг друга, а нам остается только одно. Занято место, которое определил нам Бог. Бог определил вместо мужу одно, а вместо жены другое. И тогда обещает Бог, дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня в оседней жизни своей ко благу своему и благу детей своих после них. Вторую мысль, которую я хочу здесь выразить, я хочу напомнить стих, записанный в книге «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов» 16.31. Здесь речь идет о темничном страже. Темничный страж уверовал, но обстоятельства были определенные, и вот он уверовал. И звучит к нему такое слово. Я выше немножечко прочту, чтобы было более понятно для тех, кто, может быть, слабо помнит эту историю. Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены, изрек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла. Ибо всем и здесь он потребовал огня, бежал в темницу, трепетий припал к Павлу и силе. Припал, это можно еще понять, как поклонился, как признал их, как бы, ну, власть над собою. И выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Я думаю, он знал истории, почему они здесь. А может быть, даже он что-то слышал. Но определил их в тягчайшие условия, может быть, из-за страха наказания, размышлял о том, что слышал о них. И когда совершилось такое, и когда он мог думать, что они убежали, вдруг их голос, что они в темнице, и он выводит их из темницы и называет их «Государи мои». Что мне делать, чтобы спастись? И смотрите, как они отвечают ему на вопрос его. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса». И можно сказать, «Этого и достаточно?» Веруй в Господа и будешь спасен. Веруй в Господа Иисуса и спасешься ты, и весь дом твой. Братья и сестры, второе обетование, на которое нам надо взирать, которое дал Бог, это слово я хочу отнести к тем, у кого такой брак, что кто-то один из супругов неверующих, что кто-то один верит, следует за Богом, а другой не является его помощью, не идет рядом с ним, а может даже противоречит его убеждения, может даже какие-то очередные препятствия. Братья и сестры, есть прекрасное обетование, «Веруй в Господа Иисуса, веруй, и спасешься ты, и весь дом твой». Я помню один такой пример, пришлось услышать от одного брата, служителя. Он приводил пример за близкого своего, они были в одной церкви, и вот уверовал один брат, полностью из неверующей среды, все родственники неверующие, семья неверующая. Ну и вот уверовал, конечно, в доме сразу непонимание, в доме сразу невосприятие, его принципа жизни, его отношения, ну так вот, все пошло, как жена сказала, не так, как было. Ну, жена любила общение, компанию, вечера, а он сразу от всего этого отошел, и, ну, пошел таким путем, христианским путем. Она много чинила ему козни, много его причиняло, огорчение, унижало его, она собирала домой друзей, их же прежних друзей, она его, ну, ставила в неудобное положение. И вот брат мне свидетельствует, что он долгие годы молился за нее. Брат свидетельствовал мне, говорит, что больше десяти лет он за нее молился. Он говорит, каждое воскресенье эти годы в конце собрания вставал и говорил, помолитесь о покаянии моей жены. И уже братья его стали увещевать, говорит, брат, ну, ты хотя бы раз в месяц бы молился, ну, чего ты так вот? Ну, вот каждое воскресенье, уже как служение в церкви стало, заканчивается, он встает, и так кротко, и говорит, помолитесь о покаянии моей жены. Прошло больше десяти лет, и эта жена покаялась. Брат свидетельствовал, он видел это покаяние, он видел сокрушение этой женщины, говорит, «Каялась с великим сокрушением, каялась за то, что жизнь ее была неугодной пред Богом, и она столько зла сделала любимому человеку, мужу своему. Она засвидетельствовала, что он своей бескорыстной любовью и заботой о ней покорил ее». Братья и сестры, апостол Петр об этом же самом и пишет, но он конкретно там пишет как бы к женам, «Кто имеет неверующих мужей?» Я прочту этот стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Братья и сестры, для домашних, для домашних, не словами надо свидетельствовать, неубедительные фразы приводить. Для домашних самое сильное свидетельство – это чистое, богобоязненное житие. Если кто имеет в семьях своих вот такую скорбь, что кто-то один из супругов не идет Господним путем, веруйте в Господа. Что значит веруйте? Это значит доверяйте Богу, исполняйте Слово Божие, которое относится лично к вам. Никогда не судите, не критикуйте вашу половину, никогда не делайте этого. Молча служите примером. Примером. И, братья и сестры, надо верить Слову Божьему. Если так апостол Петр пишет, то значит так оно будет исполняться. Так будет исполняться житием. Жен своих без слова приобретаемы были. Братья и сестры, другое место священного Писания говорит нам, что неверующая жена освящается мужем верующим. И неверующий муж освящается женой верующую. Да, вот так, если одна половина действительно, действительно верит по-настоящему, то принцип отделения от греха будет осуществляться в этой семье. Это муж или жена не будут отделяться, все равно, может быть, медленно, но будут отделяться от этого мира и будут приближаться к Богу. И наступит время, когда они придут и покаются, и обратятся, и будут служить Господу. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, ну и третье, я хочу еще привести вот здесь из области, на что нам взирать и что будет помогать нам крепко утверждаться духом во внутреннем нашем человеке. Еще приведу одно обетование. Второе послание Коринфянам, пятая глава, первый стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Братья и сестры, взирать на воздаяние, служить добрым примером для семьи, верить в их спасение, конечно, это нелегко. Но мы должны твердо верить, что в конце нашего пути, в котором будут страдания, переживания, мы знаем, что когда наш дом земной хижины разрушится, мы имеем жилище от Бога на небесах. Братья и сестры, это очень созвучно с тем, во что верил Авраам, во что верил Моисей, имеем жилище и верою в это жилище они жертвовали многим. Они жертвовали, можно сказать, всем. Как Моисей от всего отказался, все оставил, убежал и был пастухом, сорок лет пас, ничем не попользовался египетским, от всего отказался, потому что взирал на воздаяние, потому что верил в то, что приготовил Господь. Пусть Господь нам поможет. Вот эти три мысли, которые я хотел предложить здесь из области веры, вот как верили в это Мужи Божьи, как верил в это Авраам, они все сие умерли в вере, не получив обетования, только издали, видели онные и радовались. Братья и сестры, вот еще хочу немножечко обратить внимание на это чувство радости. Часто бывает, что на наших лицах, в наших семьях печаль, тревога, уныние, разочарование. Это связано с различными обстоятельствами материальной жизни. И, братья и сестры, мы твердо верим, что ни одно обетование Божие не поколеблется, не изменится, все верно, непоколебимо. И если мы в нашей жизни совершенно всегда будем смотреть на эти истины, непоколебимые Божьих обетований, то мы с вами будем сохранять наше сердце в радости. Как только опускаемся вниз, в область земной жизни, там, где постигают неустройство, в быту, какие-то проблемы на работе, какие-то несчастные случаи, и мы, конечно же, можем подвергнуться унынию, тоске, печали. А вот они, они издали, видели, хочу тоже на это слово обратить внимание, издали. Сегодня для нас столько открыто, дана книга откровения, столько пророчеств, которые собраны в Библии, мы можем их рассматривать, а они издали, видели и радовались, видели и радовались и говорили о себе. и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Братья и сестры, я думаю, вы помните эту историю, когда у Авраама, ну, я не в технологическом порядке жизни буду их рассуждать, а вот так, как здесь идет изложение, когда у Авраама умерла Сара. Я думаю, вы эту историю помните. я хочу все-таки прочитать, мне очень понравилась здесь яркость этих стихов. Смотрите, что говорит Авраам о себе. «И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сенам Хетовым, и сказал, я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою сохранить от глаз моих». Схоронить от глаз. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали, «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сыном Хетовым, ну и знаем мы дальнейшую историю, и он не взял даром, нет, принцип у него был свой принцип, он ничего никогда не хотел брать, чтобы никто никогда его не укорил, ни нивки, ни ремня, ничего от этого мира ему было не надо, он совершенно, совершенно уповал на Бога, а на этой земле считал себя странником. Он считал себя странником, братья и сестры, а как, ну, парадоксально здесь можно сказать, он считает себя странником, а его считают кем? А его считают князем, господин наш, ты князь Божий, князь, то есть управляющий, ты князь, ты господин наш, ты князь Божий, ты управляющий, как бы всем этим, господин наш князь, да ты возьми все, нет, вы считаете это вашим, не возьму, хотя это было его, но он нет, говорит, и он покупает, покупает и пользуется этой пещерой и похоронил там умершую свою. Братья и сестры, принцип пришельца, независимость от окружающих. Я так вот, мысли так ко мне пришла, я думаю, как созвучно нас принципом нашей жизни, независимость от внешнего мира, от властей этого мира, церковь принадлежит только Богу, только Ему поклоняется, только Ему служит. И как хорошо, когда этот принцип пришельца, зависимости только от Бога, мы сохраняем нашей жизни. Я хочу обратить внимание на послание апостола Петра, стих, и прочтем два стиха здесь. Первое послание Петра, вторая глава, одиннадцатый и двенадцатый стих. Апостол Петр пишет, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Апостол Петр обращается к верующим и называет их, «Прошу вас, как пришельцев и странников». Братья и сестры, этот принцип жизни, он был отражаемый первопостольской церкви, «Почитать себя пришельцами и странниками». Я хочу здесь обратить внимание на две характеристики пришельцев и странников. Первое, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Первый принцип, удаляться от греха. Второй принцип, провождать добродетельную жизнь между язычниками. Удаляться от греха. Вот здесь уже был этот вопрос об одежде, и о нижней, и о верхней, можно сказать. Удаляться от этих похотей. Сегодня люди, которые планируют одежду на год вперед, на два, на три, разрабатывают, в чем будут ходить, в чем спать, что одевать, все стараются продумать. И для чего, братья и сестры? Для одной цели, для похотей. Чтобы общество было сексуальное общество. Это одна из целей. А нас призывает здесь апостол Петр, как пришельцев и странников, удаляться, удаляться. Как необходимо вот с такой позиции жить. Братья и сестры, этот принцип, он просматривается во всех областях семейной жизни, во всех областях, удаляться. Удаляться и в области одежды, во что мы одеваемся, и поведение наше, вот братья говорил, и о манерах речи, и о походке нашей, движении пальцев, ну все, буквально все вот эти вопросы, они включают в себя. Или мы удаляемся от похотей, или наоборот проявляем себя. Проявляем эти похоти, привлекаем внимание к себе, и потом, может быть, очень трудно справиться с обстоятельствами, в которые мы можем попасть. Удаляться от плотских похотей, это признак, это признак странников. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы удалялись. Братья и сестры, если будем удаляться от плотских похотей, вопросов меньше будет стоять у нас. Мы будем прекрасно понимать и позицию библейскую, вопросе, деторождения, и не будет у нас проблемы каких-то там уклонений, извращенств, когда позиция у нас будет правильно удаляться, и мы не будем с этим сталкиваться, эти проблемы не будут стоять в нашей жизни, как пришельцев и странников удаляться. Это одна мысль. А вторая, провождать добродетельную жизнь между язычниками. Братья и сестры, оказывается, добродетельная жизнь, это тоже почерк странников, добродетельная жизнь. Я тоже хочу напомнить одну историю, тоже из этих же патриархов, из патриарха Исаака, какую проводил он добродетельную жизнь. Вы помните эту историю с колодцами, да, когда он поселился в Гераре, когда, значит, там начал сеять, получал большой урожай, когда из-за зависти его прогнали из Герара, он поселился в долине Герарской, стал копать колодцы, его из долины Герарской выгнали, он удалился дальше, построил там один колодец, опять спорили, потом удалился и выкопал третий колодец, о котором уже не спорили, и живет себе отдельно, а потом пришли военный начальник, а Хузаф и Фейхол пришли и примиряются с ним, говорят, давай заключим союз, давай заключим союз, а почему? Мы ясно увидели, что Бог с тобой, вот увидели, почему? Потому что добродетельную жизнь проводил между этими язычниками, знающими Бога, как и кто бы мог колодцы отдавать, воду, от которой там все зависело, кто бы мог отдать, только тот, кто уповал на Бога, верил, что Бог ему поможет, другой бы никогда дабы не отдавал, бился бы до последнего, я помню, когда у нас период этот пуч был, вот, и в стране, значит, вот, и один из знакомых так, в то время он немножечко уже раскрутился, и он говорит, буду стрелять до последнего патрона, не отдам, что уже, ну, уже что-то присвоил, не отдам, это люди, которые не почитаются странниками, люди, которые думают, что они здесь будут жить вечно, какой обман, а Исаак, он почитался странником, что там жить временно, что здесь жить временно, ссорятся, отдам, ссорятся, еще отдам, и отдам, дорогой, отдам, пошел жертвенник, построил, и мы видим, и явился ему Господь, и сказал, что с тобой буду, не бойся, благословлю тебя, и благословил, и дальнейшая жизнь Исаака была благословена, Богом, добродетельная жизнь между язычниками. Братья и сестры, хорошо, если и наша жизнь добродетельная, хорошо, если знают и о нас, как о христианах, как добродетельных, которые могут их дом свой пустить и поделиться необходимым, уделить нуждающемуся потребное пропитание, одежду дать, хорошо, если нас знают как добродетельных христиан, братья и сестры, оказывается, это почерк пришельцев и странников на этой земле. Я не буду приводить примеры, а просто скажу, что, а где-то оно и приятно, когда сделано какое-то доброе дело, и в мире оно звучит, и звучит неплохо, и люди об этом говорят. Приду один пример. Как-то раз приехала одна сестра, она посетила психиатрическую больницу, какой-то знакомый у нее там был, приехала в церковь к нам и говорит, даже не из нашей церкви, она издалека остановилась у нас и поехала в ту больницу. И говорит, вы знаете, что, я увидела, в какой нужде вот эти псих, больные там находятся. Встретилась зла врачом, она отфинансирования уже настолько сократили нам, что мы, не знаю, мы уже обносились полностью. Ну, мы объявили себя в церкви, братья и сестры, ну, кто что может, давайте соберем и пожертвуем. Ну, и собрали, собрали, знаете, я не поверил, почти грузовик вещей. Где взяли это все? Ну, мы объявили, что все так было упаковано, чистенько, пусть старенько, ну, чтоб целенькое, зашитое. И увезли туда, увезли туда, отдали, и все, мы, они спрашивают, вам может какое-то письмо надо или благодарственное, ничего нам не надо, мы христиане, мы в имя Господа сделали, там, Евангелие предложили кому что, ну, и все. Вы знаете, потом проходит некоторое время, смотрю, статья в газете выходит, в газете, откуда-то узнали мою фамилию, даже я, не знаю, и фамилию диакона нашего, вместили в эту статью, и написали, что вот верующие собрали вещи, пожертвовали в больницу, и там, и количество указали даже. Мы не требовали этого, братья и сестры, но, я хочу сказать, тот, кто, ну, живет этим миром, он читает прессу, смотрит, и все-таки это штрихи добродетели, они показывают, они проявляют нас с положительной весьма стороны, и хорошо, если мы сумеем быть такими, да, добродетельными в жизни, то есть, не будем цепляться за материальное, если посмотреть в жизнь Авраама, этот принцип, его сопровождал всю жизнь, даже тогда, когда он стоял перед серьезным выбором, надо было расстаться с лотом, надо было, и он предлагает ему, выбирай, выбирай ты, хотя он племянник, он должен был дяде сказать, дядя, ты куда пойдешь, а я пойду в другую сторону, но Авраама принцип был другой, он был странник, он посчитал себя странником, он был добродетельным, хотел сделать племяннику доброе дело, выбирай племянничек, бери, что тебе нравится, вот это нравится, ну хорошо, ты оставайся здесь, а я пойду туда, лот не захотел быть странником, он постепенно, постепенно в саду, братья и сестры, смотрите, какая ужасная катастрофа, не захотел был странником, и что произошло, пока он был странником, умение увеличилось, пока он был странником, у него все шло, по прогрессивнейшей вперед, как только перестал быть странником, всего лишился, и жены лишился, будущего лишился, поколения негодных людей, о которых Библия говорит, и десятое поколение не войдет в общество Господне, всего лишился, почему? Потому что не захотел быть странником, захотел быть своим миру, стал врагом Богу, стал на позицию весьма опасную, Авраам был странником, Авраам уступал, отдавал, уходил, но с ним был Бог, и его благословлял Господь. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам этот принцип странников удаляться от греха и делать добрые дела, чтобы он просматривался в наших семьях, и причем во всех областях наших семейной жизни. И третий принцип, на который я хочу обратить внимание, 16 стих, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему Бог и не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Братья и сестры, здесь каждое слово в этом стихе, оно заслуживает внимания, но цели нет, чтобы здесь проводить разбор этого стиха, я просто хочу выделить главную мысль, стремление к небесному. В нашей семейной жизни стремление к небесному, оно должно сопровождать нас во всем, стремление к небесному. Ну и в чем выражалось стремление к небесному непосредственно у Авраама? Братья и сестры, самое первое стремление к небесному, это послушание Богу. Самое первое, заговорил Бог с Авраамом, и Авраам вышел и пошел, не зная куда. Я так считаю, братья и сестры, что откровение о небесном Иерусалиме ему дано было позже. Бог сперва позвал, и он пошел, а потом Бог дал ему и откровение. Бог послушным, Бог смиренным дает благодать. Послушание. Это первый принцип, первый принцип стремления к небесному. Братья и сестры, я хочу сейчас прочитать один из стихов, а вы внимательно его послушайте. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Хочу задать вопрос, видим ли мы здесь принцип послушания? Вот я попрошу тебя, братья, видишь ли ты в этом стихе принцип послушания или нет? Если видишь, то в чем? Значит, брат говорит, он видит принцип послушания жене глава муж. Братья и сестры, вот многие братья, вот этот стих смотрят и только эту истину видят. Что жене глава муж? Внимательно, я сейчас еще раз считаю, это еще раз внимательно слушаю. Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Так где первый принцип послушания мы видим? Всякому мужу глава Христос. Вот, братья и сестры, присядь, пожалуйста, послушание. Только там, где над мужем главенствует Бог, там, где муж послушает Богу, братья и сестры, только в этой ситуации, я хочу сказать, будет очень просто жене покоряться мужу. Когда она видит, будет в нем пример послушания, он послушен Богу. Вы думаете, почему Сара называла Авраама господином только по этой причине? Она видела, что с ним общается Бог, у нее откровение с Богом, он послушен Богу, он жертвенно идет туда, куда влечет его Бог. Она поняла, что Авраам почти соединился уже с Богом, поэтому она его называла господином и была послушна ему там, где, может, и не надо было слушаться. Она шла и во дворцы, потому что он попросил ее, чтобы ему было хорошо. Она шла, потому что она почитала его господином и где-то даже не до конца оценивала его действия, а вот так вот уверовала в него, что с ним Бог и доверилась ему и пошла за ним. Братья и сестры, дорогие семейные, принцип послушания начинается с мужа в семье. Всякому мужу глава Христос, если муж будет в послушании у Бога, то даже самая непослушанная жена, она научится послушанию. Она будет послушной. Но для этого необходимо быть мужу в таком положении, чтобы Бог Христос был главенствовал над ним. Первый принцип стремиться к небесному в жизни Авраама это было послушание Богу. Его позвал Бог, и он пошел за Богом. Если в нашей жизни каждый из нас вот это поймет, и когда он будет стремиться, братья и сестры, это стремление к небесному, к там, где есть послушание с нашей стороны Божьему Слову. Я не только в этом хочу сказать, вот в этом принципе, во всех вопросах, когда Бог разговаривает с нами через Божье Слово, хорошо, чтобы мы проявляли послушание. Может быть, кого-то сегодня Бог будет призывать к покаянию или к исповеданию, это тоже стремление к небесному послушаться голоса Божьего. Кого-то Господь будет звать к служению, это тоже стремление к небесному послушаться голоса Божьего. Кого-то Господь будет звать к добродетели, к милости какой-то, это тоже стремление к небесному, потому что Бог это посылать желания в наше сердце. И когда мы этому послушны, мы стремимся к Небесному. Пусть Господь поможет нам этот первый принцип уразуметь, понять и всегда, и во всем, услышав голос Божий, быть послушными Богу. Второй принцип стремления к Небесному. Второй принцип в жизни Авраама очень ярко выражается особенность, что на всяком месте, куда приходил Авраам, ну, за исключением некоторых мест, а так на всяком месте он строил жертвенники. Он строил жертвенник, призывал имя Господне, общался с Богом. В некоторые случаи, когда он строил жертвенники и приносил жертву Богу, Бог являлся, ему говорил, давал ему великие откровения, великие обетования давал. О будущем его Авраам строил жертвенники. Братья и сестры, есть ли эти жертвенники в сегодняшней нашей жизни? Я хочу напомнить текст, записан в послании к евреям, тринадцатая глава, пятнадцатый стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Плод уст – это первая мысль. А вторая мысль послания к евреям, к римлянам, представьте себя в жертву живую, святую, угодную, для разумного служения вашего. «Жертва Богу» – плод уст и жертва Богу – представить себя в жертву Богу. Братья и сестры, очень хорошо, когда в наших семьях этот жертвенник или эти жертвенники строятся, когда мы с нашими семьями в домах наших поем. Очень хорошо, когда мы семьями можем участвовать в служении в церкви. Мне понравилась в некоторых церквах эта практика. Выходит вся семья, все дети, маленькие и большие, все выходят, выстраиваются перед церковью и расскажут свою декламацию. Папа, мама, все, а потом все вместе поют. Ну и не так, конечно, важно, чтобы только в церкви, важно, чтобы это было постоянно в жизни, в семье, строить эти жертвенники хвалы Богу. Ранним утром. Я свидетельствовал, и еще хочу привести этот пример. Для меня, в моей жизни, на всю, может быть, жизнь мою станется память моей матери. Мы всегда в детстве пробуждались под ее пение. Не было тогда магнитофонов, не было тогда приемников таких, чтобы, может быть, утром там включить, и была бы христианская передача. Мы только ночами в полдесятого слушали Яра Николаевича пести через треск вот этих глушителей всех, которые там есть. Но утреннее пение матери, оно по-особому воодушевляло к жизни. Братья и сестры, плод узк, как хорошо, чтобы мы пели, мы пели, не магнитофоны в семьях пели, чтобы мы пели, с детьми пели, вместе пели, дома пели, в церкви пели, на улице пели. Мне понравилась вот такую практику, видел тоже в одной христианской семье. В летние вечера выходят и во дворе поют. Вблизи люди, даже собираются, и в это время выходят, садятся и слушают. Это тоже свидетельство, это тоже слава Господу. Плод узк, прославляющий имя Его. И хочу еще мысль сказать, что о том, чтобы Господь помог нам, каждому, каждому из нас помог представлять себя в жертву Богу, в служении. Нелегко сегодня совершать труд, и приходится жертвовать и работой, и личным временем, но без этого невозможно угодить Богу, без того, чтобы не представить себя в жертву, не ущемить себя там, там, где нужно ущемить. И это почерк, это почерк странников, которые строили жертвенники. Пусть Господь благословит нас в этом. Братья и сестры, я хочу пригласить к молитве. Давайте мы с вами помолимся. Мы поговорили с вами об одной семье, хотя, может быть, так и не получилось у меня, ну, непосредственно рассмотреть жизнь семьи, а так, может быть, жизнь трех этих семей, Авраама, Исаака, Иакова. Мы некоторые стихи читали. Но я очень хочу, чтобы у каждого из нас был правильный взор, чтобы мы видели эти обетования Божьи, за которые надо держаться, крепко держаться, что если мы будем веровать в Господа, мы спасемся и семья наша. Если мы будем взирать на обетования, что Бог может устроить из нас единое сердце, единый путь, то будем отказываться от всех своих капризов и будем послушны Богу, божественным принципам. Братья и сестры, если мы будем помнить, что нас жилище сжидает на небесах, мы будем легко жертвовать тем, что на этой земле. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы почитались остранниками, удалялись от похотеев, которые восстают на душу, проводили добродетельную жизнь, чтобы мы взирали и стремились к лучшему, то есть к небесному. Мы поговорили с вами о повиновении, о строительстве жертвенников. Пусть Господь нас в этом благословит, а я хочу об этом пригласить вас к молитве. Давайте помолимся, чтобы Господь нам помог, взирая на облако этих свидетелей, подражая вере их, помнить, что они не без нас достигнут совершенства. И ту цель, которую имел Авраам, то, к чему он стремился, он пришел, и он уже там, а нам еще идти, но без веры угодить Богу невозможно. Поэтому давайте склонимся перед Господом и помолимся и попросим, чтобы он нам в этом помог. Аминь.